здравствуйте мои любознательные любители стратегии вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и давайте разберемся со свежим патчем обновлением к сид мэрс цивилизейшн 6 напоминаю что он бесплатен абсолютно для всех новые фичи появятся у всех владельцев цивы независимо имеются ли у вас какие-нибудь обновления дополнения или нет и две основных фичи это во-первых режим игры варварские кланы надо будет включить перед началом игры естественно и он ставит на карту партии варварские лагеря которые со временем могут превратиться в города государства перед выходом обновления я думал может вообще не будет городов государства именно вот эти кланы будут постепенно в них превращаться нет есть и города государства и варварские кланы в принципе они действуют также как и варвары из обычной партии но теперь с ними появилось несколько возможностей взаимодействия во-первых когда вы их встречаете это можете кликнуть на лагерь варваров и там появится несколько вариантов взаимодействия можно заплатить деньги чтобы варвары перестали вас атаковать на определенное количество ходов можно нанять у них воинов причем например в моем случае это стоит 47 золота это между прочим очень дешево потому что самый дешевый юнит который могу купить в моем городе стоит 65 золота так что имеет смысл покупать юниты у варваров правда это можно будет делать только раз в семь ходов на сетевой скорость можно заплатить варварам денег чтобы они атаковали город государства или соседнюю цивилизацию правда это уже подороже в моем случае 105 золота но тем не менее почему бы соседу не сделать плохо если вы платите варварам деньги то они постепенно прокачиваются и получают очки развития когда они наберут определенное количество очков развития этот лагерь превратится в город государства в патч ноуте нету никакой информации зависит ли тип этих варварских кланов и тип города государства в который они превратятся но в принципе эти варварские кланы разделяются по типам от местности где они появляются и соответственно у них и различные манеры поведения и юниты которые они создают в моем случае это явно клан холмов хотя тут никак это между прочим не написано только название его есть тихий лис и они предпочитают создавать рукопашные юниты и вообще не создавать стреляющие если вы захватываете лагерь варваров то он не исчезает правда у вас есть возможность его полностью уничтожить такой тоже команда есть но как мне кажется лучше просто забрать с него деньги и оставить его дальше развиваться вы при захвате лагеря уменьшите его очки развития но при этом сможете дальше с него плюшки получать определенную хотя конечно это надо смотреть уже в игре и разбираться как и что вам будет выгоднее делать вторая важная фича ура наконец-то мы сможем выбирать лидеров банить банить самое главное лидеров и цивилизации прямо внутри лобби более того нам позволят теперь выбирать два разных пула для лидеров для сингл игры и для мультиплеер игры эта функция должна была быть во время релиза сидмейр цивилизейшн 6 они через четыре года я до сих пор в удивлении как до такой банальной фичи и мне кажется не очень сложные в исполнении фераксис дошли только сейчас но как говорит русская пословица лучше поздно чем никогда наконец-то можно будет сетевых партиях просто банить несбалансированные цивилизации и играть рандомными случайными цивилизациями действительно удивляться потом тому кто за кого играет далее идут изменения в балансе фиксы и прочее 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 во первых поправили некоторые формы правления особенно это касается начальных форм правления автократии олигархи перебалансировали количество карточек которые они теперь дают которые вы можете использовать когда примите это то или иное правительство например автократия давала два военных слота один экономический и один универсальный теперь дает по одному слоту каждого типа военного экономического дипломатического и универсального олигархия наоборот давала как раз по одному слоту всех типов теперь же дает два военных Один экономический, ноль дипломатический, один универсальный Считаю совершенно правильное решение Потому что олигархия именно, что получалось, заточенная на войну Но при этом давала всего одну карточку военную А заточена она на войну за счет того, что дает большие силы юнитам и опыта А автократия на развитие, потому что ускоряла строительство чудес света Но при этом почему-то карточками была заточена на войну Монархию улучшили, потому что, опять же, люди очень редко шли в монархию Для того, чтобы ее взять, потому что у нее было аж три военных карточки И по одной всей остальной Теперь же в монархии две военных Одна экономическая, одна дипломатическая и две универсальных В принципе, она теперь выглядит неплохим выбором Даже по сравнению с торговой республикой Потому что и раньше появляется, и карточки туда можно нормальные поставить Кроме того, если у вас Газеринг Сторм То монархии еще добавили два дипломатических очка за каждую стену возрождения При этом монархия и так дает по одному жилью за каждый уровень стен Так что для Грузии вообще обязательная форма правления Ну и торговую республику тоже немного перебалансили Раньше в ней была одна дипломатическая карточка и две универсальных Теперь наоборот, две дипломатических, одна универсальная А все остальное осталось как и было Опять ухудшили пантеон богиня земли Раньше она давала две веры от клеток с потрясающим престижем Теперь одну веру Больше в верованиях ничего не трогали Мне много писали в комментариях, что, мол, после прошлого патча сломали механику лояльности В патчноуте написано, что исправлена ситуация Когда в играх на 20 цивилизаций и 24 города-государства Восстание от отсутствия лояльности было невозможным То есть, возможно, эта механика не работала именно когда слишком много цивилизаций и городов-государств Больше ничего про лояльность не написано Поэтому надо опять проверять, будет ли работать или нет Ну, вроде как они это вот поправили Опять перебалансировали некоторые чудеса природы Что правильно, потому что, ну, некоторые просто выглядели бессмысленным заниманием клеток И никто не хотел даже к ним города ставить А именно, белые скалы Дувра давали 3 культуры и 2 золота А теперь будут давать 3 золота, 3 культуры и 2 еды Озеро Кратер теперь дает 5 веры вместо 4 Ласси Фьорд дает плюс одну продукцию всем соседним клеткам Это в дополнение ко всем тем возможностям, которые эти чудеса природы и давали Дорога гигантов дает плюс одну культуру соседним клеткам Большой барьерный риф теперь будет давать бонус соседству кампусам А Пайтити, наоборот, перестало давать бонус соседства театральной площади и центру коммерции Улучшили некоторые здания Арена и Плачтли, это уникальное здание ацтеков, которое заменяет арену Теперь будут давать 2 счастья вместо 1 То же самое касается колеса обозрения в аквапарке Тоже 2 счастья вместо 1 Зал приемов в правительственной площади Теперь дает 2 счастья и 4 жилья А раньше было 1 счастье и 3 жилья У искусственного интеллекта в очередной раз обещают улучшить их действия с воздушными юнитами Тут прям аж несколько строчек о том, как искусственный интеллект будет классно теперь работать с воздушными юнитами И даже будет эффективно использовать антивоздушные юниты Но запишу прохождение на божестве, вы сами все увидите, как это будет на самом деле Потому что чего сейчас обещать? Они это обещают уже года 2 во всех своих патчноутах на самом деле И пока я не ощущаю, что компьютер самолетами нормально пользуется И уж тем более защиты от самолетов Повысили искусственному интеллекту желание победить культурой Уменьшили желание компьютера строить слишком много космопортов Ну, не думаю, что это прям так важно было С другой стороны, конечно, производство можно на что-нибудь другое потратить Искусственный интеллект теперь не будет строить юниты, которые требуют на содержание тех ресурсов, которых у них нет Ну, например, они купили у меня нефть, которой у них нет И начали строить арту и пехотинцев Нефть закончилась, соответственно, все юниты получили минус 20 штрафа к силе И компьютер проиграл Также исправили ошибку, когда искусственный интеллект предлагал слишком много золота в ход за всякую фигню Опять же, надо играть, смотреть Из основных изменений и улучшений это все Там есть еще такие мелочи всякие, фиксы Но я считаю, что на них уже не стоит обращать внимание Опять же, обновление выглядит очень неплохо Будем пробовать И я прям вот после записи этого видео начинаю записывать прохождение на божестве по вашему голосованию Ну, а вы спасибо, что смотрели до конца Поправляйте и дополняйте меня в комментариях, если я что-то упустил На этом все, играйте вам на игры, всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok